ТО! ТИТИ! Голосаранчик, Заши! Либера была, не забывали! Привет, друзья! Это мое новое видео, и оно будет о нестандартной ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Уже многие болельщики давно задаются вопросом, где же я буду играть в этом сезоне, чем сейчас занимаюсь, и вообще, какие у меня планы. Я их прекрасно понимаю, потому что российский чемпионат, да и многие чемпионаты в разных уголках нашего мира уже начали свою работу, а у меня все еще нет никакой конкретики. На самом деле это не так. Контракт у меня уже есть давно с одним из китайских клубов. Осталось только улететь в Китай, и в этом вся проблема. Сроки моего пребывания туда еще не определены до конца, потому что сроки самого китайского чемпионата тоже еще не определены. В такой ситуации нахожусь не только я, находятся все иностранные игроки китайской лиги, и мужских, и женских команд. Но условные сроки обозначены, конкретика какая-то уже начала проявляться, и, естественно, я оказалась в ситуации, когда мне нужно тренироваться, когда мне где-то нужно поддерживать свои физические кондиции или спортивную волейбольную форму. Так вот, если с физическими кондициями вопрос решен, у меня есть фитнес-тренер, который уже несколько лет следит за моей подготовкой, составляет для меня программы, то с волейбольной работой все немножко сложнее. И я должна была понимать, что все команды в российской суперлиге начали работу, начался чемпионат России, и, конечно, просто так прийти куда-то, где уже укомплектован состав, естественно, продвигается и действует определенная работа, и выполняются задачи, сложно. Но об этом и будет мое видео. Сейчас я нахожусь в городе Тула. И для тех, кто не знает, здесь не только живет моя мама и мой старший брат со своей семьей, здесь еще есть замечательная команда Тулица, в которой я начинала свой волейбольный путь, свою карьеру, и я попросила команды, руководство команды тренироваться и работать с ними для того, чтобы поддерживать свои кондиции. Я получила положительный ответ, и вот уже неделю нахожусь здесь, работаю и получаю колоссальное удовольствие. И решила записать для вас видео. Я подумала, почему бы не воспользоваться этим шансом и не показать зал, место, где я росла. Это замечательный город, тренировки, атмосферу команды. Хочу, кстати, напомнить, что команда Тулица спустя много лет проводит свой первый сезон в Суперлиге. Команда с амбициями, с интересными игроками, тренерами, системой и вообще с очень многим, чем хочется поделиться. Так вот, видео именно об этом. Приглашаю вас со мной. Ну что, поехали! Я уже собралась на вечернюю тренировку. Сейчас поеду в Манеж, который находится на центральном стадионе Арсенал. Кстати, там проходят футбольные матчи и находится Манеж, где тренируется и играет команда Тулица. Ну а сейчас перед тренировкой, так как я сейчас одна, моя мама и Фёдор уехали в Москву, Фёдор работает, мама уехала по делам, но они скоро вернутся. На мне ещё один важный товарищ, коричневый мой друг Кузя, с которым я сейчас должна погулять перед тренировкой, утром, вечером, в обед, на мне новые обязанности. Кузя, покажись какой ты красивый. Да, Кузьма. Кузька. Про Тулу вам, к сожалению, рассказать не может, поэтому буду рассказывать я. Сейчас погуляю с ним и поеду уже показывать вам места своей боевой славы. Вот она территория моего любимого стадиона Арсенал. Это вот перед вами как раз стадион, где играют наши футболисты. Футбольный клуб Арсенал. А мы едем чуть дальше, в Манеж. Ну что, вот он позади меня, мой красавец, дорогой Манеж. Сейчас ехала на машине по вот этим дорогам, по которым раньше, естественно, ходила и добиралась сюда на общественном транспорте. О Манеже я могла только мечтать, чтобы потренироваться там. Это какой-то космос просто был. Здесь играла только первая команда. Мы же, естественно, были детьми и обслуживали здесь матчи. Мы стояли, подавали мячи. Я сидела на швабрах. Обслуживали нашу первую команду, помогали им. И чтобы просто зайти и вдохнуть этот запах Манежа, кстати, он пахнет точно так же сейчас, это было что-то потрясающее, какое-то невероятное событие в моей жизни. А сейчас я уже спустя столько лет возвращаюсь и понимаю, что люди, мечтайте, мечтайте, хотите, жаждите. Подходите к своим мечтам осознанно, к своим целям осознанно. Это непременно сбудется. Я этому под большое-большое подтверждение. Только представьте, что те же трибуны, та же площадка, то же покрытие, просто вот все то же самое, даже табло, и то же самое висит. Это все из моего детства. 16 лет назад я уехала из Тулы и начала свой уже большой волейбольный путь. И вот ровно 16 лет назад я была здесь, подавала мечи и, наверное, не подавала надежды, находясь здесь. Но сам факт, я вам клянусь, даже запах тот же. Это непередаваемое ощущение. Просто когда ты возвращаешься спустя столько лет в свое детство, в эти эмоции, в это предвкушение, ты просто не находишь слова. Вот у меня сейчас слова закончились. Это кайф. Теперь внимание на это фото. Кто не узнал, это маленькая Таня. И смотрим на наш задний фон. Какое чудесное табло позади нас. А теперь поднимаемся. И видим, вот оно. Вот именно здесь была сделана эта фотография. А еще у меня есть одна фотография, которая вызывает меня не меньше восторг. Это тоже я, маленькая Таня. Теперь смотрим сюда. Вот именно здесь сделана эта фотография. И надеюсь, теперь вы понимаете, какие особые чувства я испытываю, когда нахожусь в этом зале. Какие эмоции ко мне приходят, какие воспоминания пробуждают мою душу. Это очень круто. Пеш? Я сейчас покажу вам одну девушку. Пеш, я все равно тебя достану. Я их все равно достану, я их все равно поснимаю. Вячеслав Иванович, вы готовы сниматься для YouTube-канала? Всегда готов. Мои украины-то всегда. Вячеслав Иванович булла. Между прочим, в прошлом мы вместе еще в сборной работали. Да. Да? Вячеслав Иванович работал в сборной. Сейчас тогда как-то массажи, сейчас фитнес-тренер. Да. Да. Вот что значит, да? Дружба навеки. Вот с этой прекрасной девушкой я начинала играть в волейбол. А до волейбола мы ходили в одну музыкальную школу. Вместе пели в хоре. У нас был одинаковый пенал. Так у нее двух уровней у меня. Да, у меня было двух уровней у пеналов, а у Пеша одна. Я говорила, что она шире, чем у нее. Мы учились в одной школе. Мы все делали вместе. Вот выросло, что выросло. Хорош, Пеш, повтори еще раз. Это плохо слышно. За все, что мы делали, мы отвечали тоже вместе. Это Пеш, это мой человек из детства. Это тот человек, которому я все прощаю. Знаете, есть такие люди. Просто посмотришь на нее и скажешь, Пеш, я тебя люблю. Куколька моя. Иди работай. Не указывай мне. Хотя она у меня старше на полгода, видите? Ужас какой. Вот под таким давлением все детство. Она еще и связка, между прочим. Она мной манипулировала, шантажировала. Я тебя по сну или не по сну. И так все детство. Ты ливером была, не забывай. Пеш, я должна тебя жениха найти в конце концов? Оля, что ты делаешь, Оль? Кидаю теннис. Для кисти, да? Упражнение для кисти? Для кисти. Очень жаль, что в 32 года ты не знаешь, для чего теннис на мяч кидаешь. 31, я поняла. Это тебе 32. У меня еще 31. Так, Оль, возвращаюсь к тебе. Не хочу пешком, он у меня отвлекает вечно. С детства бесит меня. Оля, шикарно. Шикарно. Если в вашей команде нет таких красивых тренеров, вы играете не в правильной команде. Спасибо, конечно. Нет, фотошопа нет. Буф. Опять? Опять, да. Даша, теперь ты в своем пространстве. Все, легально носишь майку ту лицу. Ай, там я что, нелегально носила? Так ты взборной была, подруга моя. Анастасия Дмитриевна, мы ту лицу по всему миру пиарим. У нас супер-покрашка, соль, молодцы. Всей стране показываем. Это, кстати, мы сейчас покажем. Это отдельно, я думаю. Александр Николаевич должен вам позволить. Мы так не делали. Мы так делали, когда ковид был, мы не обнимались. Это когда мы обнимаемся, мы уже просто тула dream team. А когда мы не обнимались, мы руки вверх. Мы типа все рядом, энергию посылали. У меня другой вопрос. А ковид уже закончился? Почему я не могу в Китай вылететь? Блин, это как-то провокационный вопрос. Как снимает телевидение? Телевидение снимает. Вся Россия смотрит, да, Вячеслав, к вам? Да, с вами. Даш, покажи клад. Лиз. Готовится, похоже, убивать, да? Да, попробуемся. Потому что ту лица что? Dream team. Dream team. Ладно, мечты. Все, мы пошли готовиться к тренировке. Как вы видите, каждый игрок занят какой-то растяжкой, выполнением элементов, разминкой. Так проходят будни настоящих спортсменов. Дарья, ты просто везде. Я не могу проехать. Камера сама идет. Ищет тебя. Ищет тебя. Даш, я сейчас такой ракурс сниму, так тебя никто никогда не снимал. Красота. Красота. Тула. Тула. Ревенсин. Ух. Ревенсин. Смотрите, какая у меня майка, начинала мою тренировку в одной футболке, продолжаю тулицей, меня уже начинают экипировать. Ну товара, скажи что-нибудь про Татьяву Кошелеву, или про наш тренер, или ты скажи о маникюре. Космический, космический, это видео-блог. Я ее фанат, я молодец, можно сказать, я выросла на ее игрок. Так, Татьяна там расскажет, как надо жить, как надо нападать. Татьяна делится опытом с нашими молодыми игроками, помогает им во всем советам, работает с ними над их ошибками. За это мы вырождаем огромную благодарность нашей Танюшке за ее неоценимую помощь команде турецов в подготовке к чемпионату России. Это просто великолепно, как президентская речь на Новый год. Это был мой видеоблог. Подписываемся на канал НЕМОЙ, ставим лайки, колокольчик там нажимаем и все дела. с Танькой. Ну это прям просто. Он просто все расскажет. Что надо сделать. Танька, позитивчик. Кузя, кто приехал? Иди встречай, скорей. Скорей, кто приехал? Кто же приехал? Кто же приехал? Да кто же приехал? Кузя, кто приехал? Танька, ты дождь. Танька, ты дождь. Танька, ты дождь. Танька, ты дождь. Ой, 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 ой. Не надо сейчас ляжет, прям. Танька, ой, ой. Кузя, ну как ты мог надуть прям мне в камеру для Ютуба, а? Ну скажи. Вот видите, кого первая целует, обнимает? Привет. Привет, мой золотой. Привет. Ого. Как жарко, да? Классно. Супер. Смотрите, сразу видно, где дочь поиграла. Галпасарай, экзаджи. Привет. 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 Это мой самый красивый муж приехал. Погода хорошую, что ли, привез? Да. Сейчас за грибами пойдем. Класс. А я на тренировку. Удачи тебе. А может с вами? А может с вами? А может ну его этот волейбол, да? Ну да. Кузьма, рад? Ну все, наконец-то приехала моя подмога. А то я живу тут одна. Кузечка, пошли мой сладкий. Кузечка, конечно, Кузечка, пошли мой сладкий. Федя, зачем ты столько пакетов взял? Это я за грибами еду. Все надо? Все за... Косить буду. Косить косойкой. Это Динамо Краснодар едет, да, за грибами? И за чебаши. Ну пакеты взяли, как будто собирается и торгануть где-то еще после такого забора продуктивного. Еще яблочки. Кузьма поедешь, знаю. Не пойди. Все, целуху тебе. Давайте, грибники. Все, ушел в свет. Ну а я на самом деле только что приехала с утренней тренировки. Была в фитнесе. Сделала очень сложную программу. Вечером у меня будет волейбол с командой. А сейчас у меня есть большое преимущество. Сегодня очень классная погода. На самом деле уже конец сентября. Но началось бабье лето наконец-то. Было холодно. Сегодня 25 градусов. А у мамы есть вот такой маленький садик в ее доме. Невероятные качели. У меня есть книга, мое смузи. Кто знает, кто смотрел мое видео, понимает о чем я. Солнышко. Поэтому пусть грибники едут за грибами. А я буду кайфовать на своем таком уютном уголке, оазисе. А вечером покажу вам еще раз тренировку и пообщаюсь с девчонками. Все, я приехала на вечернюю тренировку. Хочу с вами поделиться, кстати, такой своей детской одной откровенностью. Я раньше считала, что... Так, я пропала. Свет загорись. Я раньше считала, что лучше манежа, ничего никакого зала даже быть не может. Это просто лучшее сооружение, которое я когда-либо видела. Но я и правда видела только его и спортивных объектов. И считала, что манеж... Ну, это потрясающее место. Эти трибуны. Мне казалось, их просто тысячи. Там огромное помещение, огромный зал. Ну, конечно же, сейчас даже сравнивая с Калининградским залом, ты понимаешь, что манеж наш маленький, уютный. И нет тут такого простора. И к чему я все это вообще вам рассказываю? К тому, что детские наши мечты и грезы, детское восприятие, конечно же, разнится с тем, что мы получаем уже в силу своего опыта, других возможностей и так далее. Но когда-то я считала, что нет лучше команды, чем Тулица, нет лучше и прекраснее этого зала, чем манеж. Вообще не знала, что существует сборная России или еще что-то. Я думала, Тулица это вообще космос. Конечно же, я люблю и до сих пор очень счастлива, что Тулица существует, Тулица развивается. Тулица опять вновь начала играть в суперлиги. Это немаловажный факт. Он радует меня, радует болельщиков. И это очень классно. Ну, конечно же, радуюсь тому, что получила в своей жизни огромный, несравнимый опыт, с которым уже готовы делиться и приумножать. И как важно, что спустя столько времени можно вернуться в свой родной клуб, где тебя примут, тепло обнимут и в нужный момент будут рядом. И это круто. Почему болельщики должны болеть за Тулицу, скажи? Я хочу собрать полные залы, чтобы вас не только в Туле приходили, а чтобы приходили... Просто больше нужно одеть тебе форму и выйти за Тулицу. И болельщики тогда вообще не уйдут из зала. Всем приветики. Дело в этом, да. Тань! Ай! Почему болельщики должны за Тулицу болеть? Потому что мы Dream Team. Что вы с нами так, в кружочек? Dream Team! Только болельщики-то вот так могут делать. Потому что у нас такая атмосфера неповторимая. Все-таки пробуем себя в новой лиге. Поэтому нам нужна поддержка обязательно. И с болельщиками очень классно вместе все это делать, строить историю. И поэтому каждый должен стать частью большой этой истории. И рядом с нами должны быть, конечно, наши болельщики, для которых мы это все вместе делаем. Просто лучшее. Просто лучшее. Учись! 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 Дашунь, я буду человеком, который такой проводник от всех. Я думаю, все хотят задать вопрос, как это решиться на такое, чтобы поменять амплуа в 25 лет? 26. Тем более. 26. Как это стать? Был диагональный всю жизнь и просто решиться на то, чтобы стать первым темпом? Да как ты? Сказали, делай, делай. Видишь мяч, как говорится? Бей. Но мне кажется, это на самом деле такая большая смелость. Для меня это точно смелость. Я могу сказать, Даш, это очень круто. Потому что не каждому, во-первых, дано согласиться, поверить в себя. Самое главное – желание. Готова играть честно на любой позиции. Хоть Либера поставься, отдам все силы, буду стараться бегать. Но, блин, главное – желание. Это очень круто. Люблю волейбол, хочу делать все. Да, это очень круто. На самом деле, я уверена, не только я, а вообще все болельщики, все, кто любит волейбол, очень гордятся тобой, верят в тебя. И мы все очень ждем. А я еще хочу от себя сказать, что Даша обладает просто суперкрутым блоком. Чехланула меня так два раза. Просто тапки такие. Поэтому бойтесь. Она, конечно, бесит меня. Сейчас пойду возвращать ей должок. Поняла? Хитрая. Это все для тебя. Для тебя, понимаешь? Да, поэтому поверьте, Даха еще покажет всем класс. И в первой зоне, ой, в первой зоне, говорю, первым демпом в центре точно. Поэтому, Дах, давай пять. Спасибо. Давай. Спасибо. Давай. Цари, божи, чехли. Забивай и кайфуй. Самое главное. Попрошу заметить, что сегодня команда тренируется в красных майках все. А я в черной. Потому что форму мне выдали не до конца. А это значит, что я пока еще? Таня, ты в тренинском штабе. Поэтому... А, я в черном. Вот она. Вот она. На самом деле это называется темно-синий у нас в команде. Я тоже раньше думал, что это черный, но это темно-синий. Наши женщины немножко различают. А Таня вот... Это темно-синий, ты представляешь? Потому что у нас есть черная, и она другая. Александр Николаевич. Это темно-синий. Мне доказали, мне доказали. Я думал, что это черный. Это реально была проблема. Челлендж. Отставьте свой комментарий. Разрешите спор. Какой цвет? Ну, не знаю. Смотри, вот здесь вот нитка. И мы взяли, у нас точно такая же черная есть. И мы сравнили, мы сравнили вот черную и эту. Она немножко... Даже у тебя есть черная. Мой мир больше никогда не будет прежним. Пойду работать. Лучше играть в волейбол. Прихожу я после тренировки домой. И спрашиваю своих грибников. Грибы-то где? Они мне говорят, на сковороде. Так. Вот улов. Грибочки пожарены. Пюрешечка почти съедена. Молодцы. Завтра скали на рыбалку поедут. Обещают. С ведром карасей. Да, Федор? Ну, там, конечно. Я не знаю, что здесь в Туле водится. Русалки. Русалки водятся, Федь. Посмотрим. Так что сегодня грибной улов, завтра будут караси. А я все тренирую. И завтра у меня тоже для тренировки. Поэтому мой режим не изменен. Зато семья у меня отдыхает. Пока погода позволяет. Татьяна, расскажите, пожалуйста, для чего вы вообще снимаете, приходите? Татьяна, блин. Кош, расскажи мне, пожалуйста, для чего ты снимаешь постоянно, приходишь к нам на тренировки и донимаешь носу? Ну, вообще у меня цель глобальная. Рассказать и показать болельщикам, как живет команда и как, не знаю, мы коммуницируем друг с другом, как проходят тренировки, какие-то, может быть, нюансы показать, как готовятся спортсмены, о чем думают. Какие-то смешные моменты. Мы же проявляем не только свои спортивные и физические навыки, но еще и творческие. И моя главная цель, ну, по крайней мере, этого ютуб-канала, Лен, как ты умела, как ты смогла заметить, посмотрев ни одного моего видео на канале. Вы знаете, что этот человек за камерой не посмотрел ни одного моего видео. Я уже прошу болельщиков. Подожди, я же сказала, что я в инстаграме посмотрела. В инстаграме 30-секундные нарезки. Короче, моя цель глобально показать такую изнанку спортивной жизни. Михаил Юрьевич, у меня потом Катя Третьякова, жена ваша, когда будет смотреть это видео, спросит, а где? Михаил Юрьевич, муж мой, почему ты его не снимала? И я получу. Поэтому Кате личный привет передайте, пожалуйста. Жена, привет. Катя Третьякова пришла снимать, давай на тренирус, положи свою камеру. Положи камеру. Где команда, я не пойму, где, говорят, Танюшка? Танюша тренера, нормальная команда у нас. Мы с тобой. Мама с тренером. Давай, положим. Спасибо, девчонки, спасибо. Спасибо. Поставим. Турица. Тула Маш. Удаша, молодец, спасибо. Давай, закачивай. Интернет штучки. Молодец, Пеша. Две связки, выбирайте команду, играйте. У меня тоже нормальная команда. Я последний любит ее, типа. Невозможно. Нет, молодец. Что? Танюха. Ой, Катюха. Настя, Настя. Ну да, я сейчас сезон вообще ничего не знаю. Дима. Ты что ж такой? Ты тренер. Твою психологическую стоящую смотрю на самом деле. Перед Китаем, да? Да, да, да. Фиг знает, в чем будет. Я после Тула вообще ко всему готова. Всю жизнь уже. У нас 15 лет. Подождите, команда, давай. Наверное. Хорош, Шук! пед хорош пед прихожу по странировке и наконец-то ощущаю посмотрите сказали рыбаки рыбу поймают просто лосося сразу давай у педа на упел лосося тульский лосось кайф значит я дома встречает вас тренировки все приятного мне аппетита петь у меня лучше вообще если ваш мужья не готовят также не выходите замуж девчонки я должна это еще раз снять да просто космос ведь как называется аджип сандал аджип сандал мамуль теплый салат будет лучший у меня есть дело к тебе скажи что нибудь про александр николаевича гаденькая гаденькая это интересненько какое на самом деле это он такой весь модный вид в конверсах тренирует джинсах так это я с этим на самом деле такой он и в жизни такой гаденький шути шу-шу-шу и ну какой вопрос придумать александр николаевич будет смотреть видео не знает что мы про него говорим шучу на самом деле это шутка расскажите как у вас тренер у нас очень эмоциональный тренер он очень нравится выражать свои эмоции делиться и с нами но я думаю все конечно это замечают на играх он прям очень сильно переживает и не то чтобы переживать а передает вот эти все наши эмоции такое ощущение что иногда вы прыгнет на площадку просто начнет там бегать нападать в общем он очень у нас активный класс так первое мнение готова кэп давай об эмоциональности нет расскажи какое настоящее мы все говорим вот такой настоящий все думают вот что мне тоже всегда удивлялась и много в соцсетях пишут что это все наиграно что это показуха шоу так далее нет вот я могу честно заявить от всей души я и сердце во его я его знаю очень давно что он такой в жизни что это настоящие эмоции ничего не наиграно и действительно он живет сердце в душой и он в принципе как седьмой игрок на площадке вместе с нами если была возможность вам бы реально выбегал помогал но надо помогает вам даже падение поэтому это все вот реальные эмоции и он действительно такой класс девчонки расскажите про александр николаевич все секреты нам расскажите какой этот человек какой настоящий все про тренеров никогда не рассказывает а вы расскажите у вас команда необычная дружная эмоциональная какой у вас тренер у нас очень хороший всегда найдет интересный демон разговор он самый стильный класс он не будет знать что я вас снимаю потом мимо сюрприз будет поэтому себе собираем компромат на самого стильного эмоционального тренера иногда есть борода даже расскажи про александр николаевич все же не привыкли про тренеров спрашивать все хотят знать правду дашь почему пришла в ту улицу к александр николаевич вот что в нем такого интересного очень активный человек и никогда не уйдет тренеров слишком активно я бы сказал все его участие в игре вне игры очень весело а что могут говорить женщины перед тренером покажи 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 маникюр команда космическая форма космическая маникюр космический девчонки космоса девчонки космоса да а вот тренера видели вообще вас есть такие тренеру кого-нибудь красивые 1 талина второй раз уже в ту лицу возвращается наташа расскажи в чем секрет этой притягательной команды сначала вроде бы тебе хорошо когда ты уезжаешь а потом начинает ломать ты понимаешь что это лучшее что с тобой было класс классный ответ здесь у нас лежат мечи старший тренер перехова анастасия дмитриевна вячеслав иванович все предыдущие кадры снимал он вот это самый главный оператор а вот михаил юрич михаил юрич третьяков смотрите за техникой не за михаил юрича техникой а за техникой выполнение передач с девчонками посмотрите какая идеальная тишина в зале никто не бурчит никто не бухтит все работают какие слова браво хорош елена елена прекрасная как партнера говорят я согласен а я да даша 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 наташа Наташа. Где? Наташа как там играет? Так, Ольга. Молодцы. Таня выпендрежница. Понятно. Она не должна была видеть, что тут камера. Я же спиной чувствую. Да, спиной, понятно. Женька тоже спиной чувствует, понятно. Сейчас кадр хороший был. Девчата, три метра между друг другом встали, пожалуйста. Сели, да, и ножки работают, и у пола поехали. 15 секунд буквально, да, только не убивайте друг друга, мяч удержать в 15 секунд. Ближе встали, ближе встали. Начали. Все, с ноги на ногу все равно перемещаемся, то есть не стоим. Спокойненько, мягенько. Ножки работают, работают, работают. Смотрю. По записи 15 секунд, я увижу сколько. Двигаемся, двигаемся. Молодцы. Стоп. Двигаемся, двигаемся. 15 секунд не потерять. Руки в локтях не сгибаем. Чуть не искал в коленях. Держим, держим, держим. 3 секунды, 2, 1, стоп. Ну скажите, ну скажите, что-нибудь про тренера, пока он не слышит, ну пожалуйста. Что, что сказать? У нас тренер лапочка. Вот. Тань, ну скажите, что я ненадужна. Девки, ну скажите, что-нибудь про тренера, я прошу вас. О, какой. Оль. Мой любимый актер. Это Перепелкин Александр Николаевич. Такой, да, точно. Ну кто-нибудь, Юль, ну скажи что-нибудь. Оль, Кать, Омарга. Ё-моё. Александр Николаевич, они в сговоре. Ни одного плохого момента. Золотой вы человек. Это секта. Тулиц, это секта. Похоже, этот Dream Team реально работает. Все ваши, все ваши, не одна, не одна. Хоть бы одна, под дулом пистолета считаете уже. Вон Юль. Оль, Олю, под дулом пистолета. Да, и не скажу ничего. Не скажу. Нет, не заставляйте. Нет. Все, просто лучше, да? Все, лучше. Решили единогласно? Да. Главное, чтобы он не слышал. Это самое главное, чтобы он не слышал. Ну что, завершая это видео, я хочу сказать, как важно быть в команде, работать с командой. Какое-то неповторимое чувство. Ну, команду, за которую нужно болеть в этом сезоне, я вам уже показала. Еще раз хочу сказать, что Тула, вот эта вся Тула, просто потрясающая. В виде вот этих девчонок, тренеров, настоящая Dream Team. И сейчас мы это покажем. Вот, видите, Таня сказала, мурашки, вот, мурашки настоящие, не видно здесь, но давайте, ну, сейчас мы постараемся, конечно, показать. Тула, Крехтин. Крехтин. Браво. И тренер, тренер, концовочку, надо сказать, чтобы подписывались на канал Татьяны Кошелевой. Подписывайтесь на канал Александра Перепелкина, потом на канал Татьяны Кошелевой. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, комментарии пишите и гневные, и негневные. Значит, колокольчик отмечайте, хотя вот сейчас Татьяна сезон, наверное, наконец начнется. Да, и ей, наверное, не до этого будет, то есть она с нами тут имела возможность поснимать. Вот, но все равно, чтобы ничего не пропустить, обязательно. Все ссылки и промокоды, значит, на билеты, если что, у меня, у меня в аккаунте, по билетам помогу. Пошла реклама, пошла реклама. Все, подписываемся на мой канал, ставим колокольчики, подписывайтесь на мой инстаграм. Жду ваших комментариев. Ну и всем большой привет из Тулы!